120 лет назад, 27 января по старому стилю или 9 февраля по-новому, японская эскадра ночью без предупреждения атаковала порт Артур. Так началась русско-японская война. Она продолжалась полтора года и коснулась практически каждого жителя русского Дальнего Востока. Как переживали войну в Хабаровске, расскажет Наталья Смоленинова. Начало русско-японской войны в Хабаровске, так же как и во всей России, восприняли с некоторым воодушевлением. Ожидали, что это будет короткая победоносная война. И даже спорили, сколько японских солдат потребуется, чтобы сломить одного русского. Три, пять или семь. Однако такая залихватская бравада быстро закончилась, когда в город начали приходить эшелоны с ранеными с фронта. Все свободные помещения в городе отдали под лазареты, открыли срочные сестринские курсы. В Хабаровск со всей страны съезжались организации Красного Креста и военные медики. И все равно не хватало койко-мест, врачей, а со временем и элементарных вещей. Лазареты испытывали нехватку сахара, спичек. В городе была гиперинфляция, то есть цены на продукты, на какие-то строительные элементы резко выросли. Например, гвозди на начало 1904 года стоили 7 копеек, а к осени они стоили уже 30. То есть инфляция составляла уже 400 процентов. После падения Порт-Артура в городе всерьез заговорили о том, что японцы могут напасть на Хабаровск. Началась паника. Кто имел возможность, отправлял детей и близких в Центральную Россию. А медики, в свою очередь, начали регистрировать специфические увечья среди солдат. Было большое количество нижних чинов, у которых было вот такое состояние ранения рук. Составляло практически около 40-50 процентов среди всех раненых. Уже к началу Мгденского сражения это стало массовым явлением чиноведительства. Нижние чины выбирали между потерять указательный палец или получить японский штык в пузо. Делали соответствующий вывод. Упаднические настроения захватили не только армию. За несколько месяцев войны японская диаспора в Хабаровске сократилась в пять раз. И чем больше поражений терпела русская армия, тем с большей ненавистью относились к японцам. Губернаторам Преамурия было принято решение вывести японцев на родину. Правда, маршрут проложили через Сибирь, откуда подданных Поднебесной вывозили уже союзники. Русские японцы добрались до родины лишь к концу русско-японской войны, то есть в 1905 году. И вскоре после заключения мира начали возвращаться сюда, в Хабаровск. И уже в 1906 году здесь, в Хабаровске, японцев было в полтора раза больше, чем до войны. Осенью 1905 года был подписан договор, по условиям которого России было запрещено использовать китайскую железную дорогу для военных целей. Что заставило российское правительство выделить деньги на строительство Амурского моста. И в 1916 году он соединил Транссибирскую магистраль, а Хабаровск перестал быть тупиковой веткой железной дороги. Наталья Смоленинова, Виктор Казаров, телеканал Губерния.